Всем привет, с вами Priya. Скоро уже будет 8.2, об этом пишут в официальных каких-то темах, в каких-либо прочих сайтах, о том, что близится завершение второго сезона Battle for the Road. Ну а завершение второго сезона, оно, конечно же, влечет за собой открытие нового, третьего сезона, которое будет через несколько недель после того, как стартанет патч 8.2. Таким образом, уже можно предположить, что, в принципе, пора готовиться к выходу 8.2 и то, что будет он относительно скоро. То есть, если посмотреть календарик, сегодня у нас 12 июня, ну, если бы это был 19 июня, скорее всего, мы уже знали бы точную дату, либо, окей, ладно, узнаем в ближайшие какие-то даты, может быть, ближе к субботе. Ну, скорее всего, 26 июня, мне кажется, как-то так будет звучать дата анонса 8.2. Ну а что ждет нас в 8.2, так это море контента, система азеритовых талантов, новых в виде эссенций, которая, по моему мнению, должна была быть в старте BFA с целью большего привлечения аудитории к новому аддону и новой механике, скажем так. Ну, потому что то, что сейчас мы имеем, это реально скучно, а то, что будет в 8.2, это хотя бы какое-то разнообразие, это выглядит намного веселее и намного интереснее, это уж точно. Ну, как по мне, механика реально лучше. Что нас еще ждет? Это можно посчитать, на самом деле, на пальцах двух рук, то есть не так-то много и изменений будет в самом начале нас ждать. А именно, классовые изменения, новая локация, полеты, новые экспедиции, повышение уровня навыка профессий, возможности трансмогрификации всех ячеек, за исключением штанов для скрытия. То есть можно создать будет вообще просто эротические или наоборот боевые какие-то варианты трансмогрификации, что в принципе, быть может, для кого-то интересно, для любителей побегать в красивой, без брони вещей, скажем так. Как насладиться моделью своего персонажа, его подкачанностью и его мускулами. Ну, кто-то, может быть, ценит другое в моделях персонажей, другого пола. Так вот, конечно, это всё классно, полёты будут, всё хорошо. Третий сезон будет спустя две недели, после того, как выйдет обновление 8.2. Нас ждёт новый рейд, нас ждёт новое подземелье, новая пахальная вещица, именно модификатор. Новый сезонный модификатор, манящий. Ну, весьма интересно. Также рецепты будут новые доступны, сущности будут, опять же, ещё новые какие-то доступны. То есть, сначала будет одна половинка, потом вторая доступна со стартом именно ПВЕ-шного сезона. Это весьма классно. Ну, а также максимальный левел предметов в эпохальных подземельях мифических вырастет. Весьма интересная информация есть по поводу ЛФР, которая, в принципе, натолкнёт на новую мысль о дате выхода 8.2. Итак, мысль звучит так. До конца лета откроются два следующих квартала Вечного Дворца в режиме поиска рейдов. Итак, как мы прекрасно знаем, первая часть рейда в системе поиска рейда открывается вместе с эпохальной сложностью. Эпохальная сложность... Окей, откроется. Откроется первая часть ЛФРа. До лета выйдет две его части. До конца лета, что самое главное. Частей там будет много, потому что боссов много. Поэтому надеяться на какой-то скорый выход данного патча. Ну, такое себе. То есть, мы можем смело от старта 8.2 приплюсовать, получается, сколько недель? Так, если посчитать. Три. То есть, нам нужно приплюсовать четыре недели к патчу 8.2. Это весьма теоретические рассуждения. Возможно, даже неверные. Но, по крайней мере, может быть, они натолкнут на какую-то главную мысль. И можно будет более точно спрогнозировать 8.2. Скорее всего, даже после таких рассуждений, это и не июнь. Это, наверное, середина июля. То есть, скорее всего, 8.2 будет через 2-4 недели. Подготавливайтесь. Закрывайте мифик плюсы, если они у вас не закрыты для достижений. Там можно десяточки все пройти, пятнашечки в таймер и две разные ачивочки получить. Также кромку не забудьте закрыть. Ну, и просто наслаждайтесь игрой. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.